Добрый день всем. Мы находимся сейчас на одном из важнейших предприятий Республики Бурятия, в Лондонском приборостроительном объединении, группы концерна радиоэлектронной технологии. Предприятие является крупнейшим работодателем. Предприятие развивает большую линейку радиоэлектронной промышленности, а радиоэлектроника, как сказал наш министр промышленности и торговли Денис Валентинович Мантуров сейчас у нас в приоритете. Нам нужно развивать и постоянно расширять линейку радиоэлектронной продукции. И мы сейчас с вами находимся в одном из очень актуальных для текущего времени цехов. Это цех по производству антиковидной продукции. Здесь производятся средства индивидуальной защиты, маски, костюмы, озонаторы воздуха, дозаторы пипеточные, рециркуляторы и другая антиковидная продукция. И важно очень отметить, что по итогам 2020 года Республика Бурятия по индексу промышленного производства заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе, девятое место по России. Индекс промышленного производства составил 107,4%. Начать надо, наверное, с того, что у нас два предприятия в Республике Бурятия производят медицинский кислород. Это компания ООА «Ника плюс», она производит 10 тонн. И Улан-Удэст-Альмоз недавно получили весь пакет разрешительной документации на работу с медицинским кислородом. Но мы на этом не останавливаемся. Мы планируем получение медицинских лицензий и реку удостоверений на Улан-Удэнское локомотиво-вагоноремонтный завод и Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат. Таким образом, мы планируем, чтобы у нас 4 предприятия производили медицинский кислород. Но ввиду того, что, как и по всей России, наблюдается дефицит кислорода, подчеркну, наблюдается по всей России мало субъектов, которые полностью себя обеспечивают. Сейчас идет очень активное межведомственное взаимодействие. Нам очень помогает Министерство промышленности и торговли тем, что мы на ежедневной основе собираемся, узнаем, в каких регионах есть кислород, кто может в данные сутки выступить донором. И смотрим планы на неделю, потому что больше, чем на неделю, запрогнозировать сложно. Я поехал специально в Красноярск, я вел переговоры с правительством Красноярского края. Оно нам очень помогло. Мы благодарим и губернатора Красноярского края, и зампредов, и министра промышленности, и Красноярский машиностроительный завод за то, что в столь сложное время на нашу республику отгружалось, когда не было жары, когда две установки 500 тонн и работало, мы отгружали ежедневно порядка 26 тонн. Это колоссально большие объемы, поверьте. В текущем дефиците это колоссально большие объемы. Потом произошла жара, и одна установка встала, и даже тогда, когда Красноярск рос по количеству больных, и установка не работала, нам умудрялись давать порядка 80 тонн в сутки. Это действительно огромная помощь. Сколько в день примерно часов вы тратите на постоянные зазвоны с инвесторами с другими регионами? На самом деле они сами уже звонят, то есть уже работа выработана, что даже уже, наверное, раньше обзванивали, конечно, сейчас они сами обращаются, но зумы, совещания и такие вот звонки, но они занимают где-то, наверное, по 4-5 часов в день. Остальное это на предприятиях, ну плюс работа в правительстве. Порой бывает, ты только до документов добираешься после 10-11 ночи. То есть рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается за полночь, где-то в час-два ночи, иногда в 4 утра заканчивается. Ну, понятно, что без выходных, даже вообще. Это не то, что невозможно правильно распределить время. То есть все задачи приоритетные. То есть это кислород, это реализация промышленных проектов, это меры господдержки, это предприниматели, это крупный бизнес, это все важно. Ну, допустим, вот на сейчас, если взять, коннекты с какими регионами вы одновременно сейчас держите? Ну, вот я сейчас одновременно держу коннект с Красноярском, с Новосибирском, с Томском, с Омском, с Москвой и сейчас уже с Челябинской области, вот сейчас в моменте тоже инвестиционный проект прилетел при вас. Не думаете, что вот у вас скоро голова взорвется от переизбытка информации и не боитесь ли перегореть от переработки такой? Перегорать, конечно, нельзя. У меня, скажем так, разумный оптимизм с синтезом оптимизма и практической реализации есть, информации много, работать трудно, поэтому надо делегировать. Есть вещи, которые можно делегировать, есть вещи, которые требуют личного присутствия. Могу сказать, что заместители работают с полной самоотдачей, команда работает с полной самоотдачей, это видно было в локдаун, не то что без выходных, ночью работали, когда отвечали, когда нам подавали тысячу, тысячу пятьсот, по-моему, заявок было подано под две тысячи, мы их в ручном режиме отрабатывали, кто попадает, кто не попадает, куча звонков была, команда себя проявила очень хорошо, команда творческая. Помимо командного духа, развития в этом плане, вот именно в плане личностном, есть ли какие-то у вас разминки для мозга, какие-то лайфхаки, как быстро осваивать информацию, как работать в мультизадачном режиме? Ну, разминки есть, да, я сейчас вот закончил руководитель цифровой трансформации в Ранхиксе, закончил федеральную практику в Минпромторге России, кандидатская диссертация защитил, был самый молодой кандидат наук, в двадцать, двадцать три года я защитил, сейчас вот докторскую диссертацию подготовил, вот хочу защитить, то есть разминаюсь именно путем чтения литературы, ну, путем спорта, путем, там, стараясь, там, спортзал ходить, плавать, там, тренажерка и так далее, и подпитываю мозг различной учебой, то есть все время учусь, все время развиваюсь, и не только я сам, но и своих сотрудников направляю. Круто, школа золотой, наверное, и диплом красный. Серебряная и красный, да. Ну, я специально не старался, у меня были там и четверочки, и даже троечка, по-моему, была в каком-то седьмом, восьмом классе, но девятый, десятый, одиннадцатый на круглые пятерки, потому что он уже понимал, поступать надо, надо в университет, надо, тогда же, тогда же не было еще ЕГЭ, это было, я заканчивал в 2002 году, я 85-го года, вот, и ЕГЭ еще тогда не было, мы по медали сдавали один экзамен, если на пятерку сдаешь, поэтому была мотивация получить, чтобы сдать один экзамен, поступить в престижный университет, вот. Ну, как вы думаете, кстати, вот, если разбирать ЕГЭ и вот такой вот стиль экзаменов? Ну, мне проще обычные экзамены, вот, я не знаю, как бы я сдал ЕГЭ, честно скажу, вот, понятия не имею, мне кажется, ЕГЭ труднее. Промышленный парк, гордость республики, первое, что стоит сказать, что на 100% укомплектованы резидентами, 19 действующих резидентов, и мы сейчас работаем уже над проектированием второй очереди промпарка, которая здесь на территории будет, вторая очередь промпарка, это еще планируемых 25 резидентов. То есть это новое, какое-то строительство? Строительство нового здания, подобного этому, да. И здесь спасибо Минпромторгу России за поддержку. У нас даже было два механизма, как сделать, сделать ли частный промпарк, или сделать там государственный, но мы инфраструктуру построим для резидентов, так же, как и здесь, и резиденты уже будут своими деньгами инвестировать в производство. Значит, если говорить про резидентов действующего промпарка, то сейчас мы находимся в резидент, который производит изделия из нефрита, вот здесь на картинках вы можете видеть, как добывается нефрит. Следует сказать, что 99% производимого, добываемого нефрита, это нефрит, добываемый в республике Бурятия. Это белый нефрит и зеленый нефрит. И важно отметить то, что местные кадры наши, выпускники наших вузов, это очень важно, значит, перерабатывают нефрит в готовую продукцию, которая здесь же продается. Мы сейчас делаем продажи через интернет-магазины, через шоу-румы, другими способами. И у очень многих и высших должностных лиц, и у бизнеса сделаны продукции из нефрита именно здесь. То есть он не вывозится, он здесь перерабатывается на территории в готовую продукцию и продается. Это рабочие места, это добавленная стоимость, это налоги. Предлагаем вкладываться в наиболее перспективные, скажем так, отрасли, точки роста. Это, конечно, промышленное производство, это, конечно, горнорудная промышленность и минерально-сырьевой комплекс. Это туризм, и в том числе строительство на озере Байкал гостиничных комплексов. Это сельское хозяйство, и это транспортно-логистические проекты. Тяжелое время пережила Бурятия в плане локдаун, третья волна коронавируса. Наверное, самая острая тема сейчас – это поддержка предпринимателей. Как вообще бизнес пережил локдаун? Можете рассказать об итогах? Значит, мы предложили три таких конкретных меры поддержки. Первая – это выплата 6396 рублей. Это одна вторая МРОД. МРОД 12392, потому что две недели, соответственно, за вот эти неработающие две недели. Вторая – это очень такая важная, на наш взгляд, поддержка. Это на два месяца мы сделали отсрочки платежа по процентам и по телу долга по всем заемщикам, которые являются клиентами гарантийного фонда, фонда «Мой бизнес», микрозаймов и всех институтов развития. На два месяца отсрочка и по телу долга, и по процентам. Это очень важная мера. Значит, заявку, чтобы подготовить, можно на сайте зарегистрироваться, собрать пакет документов. Он очень маленький, все молниеносно делается, оперативно. Мы, кстати, говорил с сотрудниками, отрабатывали, было подано более полутора тысяч заявок. Мы прям моментально отрабатывали, кто продолжает работать, кто останавливает. Национальный проект по поддержке малого предпринимательства у нас реализуется в рамках трех региональных проектов. Данный национальный проект у нас помогает реализовывать «Мой бизнес». Он оказывает в рамках этого национального проекта меры финансовой и нефинансовой поддержки. Если мы говорим про меры финансовой поддержки, то это поручительство гарантийного фонда, это кредиты из фонда развития промышленности под 1% годовых, если оборудование российское под 3% годовых, если оборудование зарубежное. Мы наш фонд развития промышленности докапитализировали на 65 миллионов рублей. Деньги уже поступили. И есть меры нефинансовой поддержки, такие как крупная мера Минпромторговская СПИК 2.0, а также меры по написанию бизнес-планов, финансовых моделей, подготовке технико-экономических обоснований, которые мы нашим предпринимателям в режиме одного окна помогаем делать. Ну и, наверное, последний вопрос. Завершим интервью на нем. Какие сейчас у нас дальнейшие перспективы, грядущие проекты? Что бы хотели анонсировать? Сегодня начала строиться горнообогатительная фабрика в Яравнинском районе по Озерному ГОКу. Инвестор Озерной горнорудной компании Вячеслав Свиблов. Это более 4 тысяч рабочих мест и более 110 миллиардов объема инвестиций. Это очень важный момент. Хочу сказать, что в ноябре мы сдаем Центр ядерной медицины, в эксплуатацию. Сейчас уже последние работы у нас остаются. Монтирование циклотрона и двух пэдсканеров, и, собственно говоря, сдача. В конце года мы сдаем B3 VRM. Это крупный проект в Мухашибирском районе по Центру обработки данных. Есть у нас еще один интересный проект, о котором сегодня говорили. Ну, вообще, в целом, там порядка 10 проектов в работе. Реализуется хорошо. Из-за ковида где-то сдвижки были по срокам, но незначительные. Совсем незначительные. Главная цель вашего переговора – доказать инвесторам, что Бурятия – это выгодно. Доказать, что Бурятия – это выгодно, Бурятия – это быстро, это перспективно, безопасно. И на любой вопрос всегда найдется ответ. Ответа нет, не будет. Ответ будет, что мы сделали для того, чтобы было «да», как в том фильме, да? Москва слезам не верит. Ну, вот мы над этим и работаем. Продолжение следует. Вот.